Здравствуйте дорогие друзья! Наверняка каждый владелец iPhone хоть раз, но задумался о покупке оригинального чехла Apple и хоть раз передумывал, увидев ценник. Есть два основных чехла которые предлагает Apple, силиконовый и кожаный. Есть еще чехлы сторонних производителей, которые рекомендуют Apple на официальном сайте, а также такие скажем так эксклюзивы, вроде поликарбонатного для 10R или комбинированной лакшери с откидывающимся задником. У меня таких цен только челюсть отвисает. Вернемся к основному повествованию, лично я недолюбливаю силиконовые чехлы. И прежде чем покупать Эпловый True Original за много денег, рекомендую купить исконно китайский силикон на сдачу с кофе и походить с ним недельку. Если вас не смутят постоянно прилипающая пыль, местами превращающаяся в глянец матовая поверхность и сложность засунуть смарт в узкий карман джинс или брюк, то вам повезло и вы даже сэкономите. Остальным настоятельно рекомендую обратить внимание на оригинальные кожаные чехлы, но есть нюансы и их много. Чтобы убедиться в очередной раз, что юристы Apple не зря едят свой хлеб, обратимся к первоисточнику. Чехлы изготовлены из специально обработанной мягкой и приятной на ощупь кожи еврейского животноводства. Мозг сам структурирует и восстанавливает картинку, прикручивая больную фантазию, европейского производства, на которой со временем появляется естественная патина. Патина. Естественная. Оксидокарбонатная пленка, образующаяся на поверхности декоративных или технических изделий под воздействием окружающей среды. Слово патина звучит приятно. На коже выглядит посимпатичнее, но давайте обо всем по порядку. Кожаный чехол действительно продуман. Он тонкий, но в то же время камера остается утопленной и вероятность ее повредить становится меньше, да и качелька пропадает. Жесткий, с небольшим наплывом на дисплей, так что класть дисплеем вниз не страшно. С правильным вырезом в нижней части, который не мешает удобно свайпать. В бронерешениях это уже не так приятно, но и учтите, что оставляет эту часть незащищенной. Алюминиевые кнопки покрашены в цвет и приятно нажимаются с щелчком. С внутренней части нежная микрофибра, которая спасет смартфон от самоцарапания, если туда попадет твердая частица. По части дизайна, продуманности и, что самое главное, защиты тут все в полном порядке. Несмотря на относительно небольшую толщину аксессуара, Apple действительно все продумала до мелочей, а наплывающие боковые грани на лицевую часть дисплея не воспрепятствуют установке большинства защитных стекол, которые имеют наплывы на боковые грани. Кожа из коробки в любом цвете выглядит великолепно. На ощупь еще лучше. Это очень приятный материал от тактильных ощущений, с которым появляются только приятные впечатления. А дальше начинается суровая реальность с повседневным использованием. Я свой чехол юзаю где-то два с половиной месяца, а вот прям в непосредственно грубой эксплуатации он находится всего лишь полтора месяца. И первое с чем вы столкнетесь это царапины на самой коже. Эту первую царапину, которую я отхватил через пару дней, я даже запечатлел для инстаграма. Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм. Но аудитория была права, все со временем затирается и пропадает. Но появляются новые дефекты и это бесконечный круговорот с бесчисленными вмятинками. Боковые грани становятся глянцевыми, тыльная часть остается матовой. Как говорят многие, эти дефекты добавляют винтажности и характер. Как по мне, особо на эстетику не влияет, в отличие от той самой патины, о которой мы говорили в начале этого видео. Светлые цветастые чехлы превращаются в это безобразие. Выглядит это откровенно ужасно и не эстетично. Видимо, потемнение происходит под воздействием кожного сала и грязи. Я даже подумал, что просто стирается краска. Но если царапнуть поверхность, то в желобке виден истинный цвет как из коробки. Любой кожаный чехол будет становиться значительно темнее чем он есть на самом деле. Перед покупкой настоятельно рекомендую вбить в поиск гугла before и after тот или иной цвет и посмотреть как будет выглядеть чехол по прошествию допустим одного месяца. Я лично настоятельно рекомендую брать более темные чехлы, потому что эта самая патина не так сильно, скажем так, искажает основной цвет, в отличие от более светлых моделей. Кстати, порадовали уголки и края. Обработано все круто и это слабые места всех сторонних чехлов. Со временем они начинают облазить, пушиться, слоиться. Тут такого нет. И еще важный нюанс. Так как это кожа, я настоятельно не рекомендую ее мочить. С течением времени верхний слой подотрется и он начнет впитывать влагу. И это однозначно в положительном смысле этого слова не скажется на винтажности. Я бы сказал на бэушности. Несмотря на это у меня айфон частенько лежит на влажных поверхностях. Пока ничего не произошло. Но это пока. Стоит ли фирменный кожаный чехол Apple своих денег? Однозначно нет. Это бизнес, а в каждом бизнесе есть прибыль. И чем весомее бренд, тем больше будет эта прибыль. Apple очень любит зарабатывать деньги на своих аксессуарах. И как говорят многие, за эти деньги можно купить просто километр сторонних чехлов. Либо парочку крутых брендовых. Если бы меня спросили, купил бы я во второй раз кожаный чехол Apple, я бы однозначно сказал бы да. Другое дело, что я бы взял более темное решение, в идеале черное. К сожалению у меня нет возможности протестировать все цветные чехлы и показать к какому конечному виду они приходят через пару месяцев. Но вы, уважаемые мои, со своим опытом можете поделиться в комментариях к этому видеоролику. И те потенциальные покупатели, которые будут выбирать кожаный чехол, если они решатся на такую покупку, смогут посмотреть и определиться с выбором. Почему бы я его купил во второй раз? Ну потому что я яблочный раб, я мазохист и я должен поддерживать идеологию компании. Это сарказм. Да просто потому что я не видел ни одного достойного аналога кожаного чехла. Все то, что предлагает Китай, по крайней мере все то, что я успел попробовать, это низкокачественные чехлы, которые быстро приходят в негодность. В том плане, что они очень быстро рвутся. И в большинстве случаев это даже не кожа. И это даже не заменитель кожи. Это какая-то херня, натянутая на корпус. А вот если вы знаете достойный аналог кожаному чехлу Apple, то обязательно напишите об этом в комментариях к этому видео. И можете даже прикрепить ссылку, никто ничего не удаляет. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока.